Добрый вечер! Время новостей на 31-м канале. В студии Информбюро Полина Булава. Смотрите сегодня. Добрый вечер! Как привить молодым уважение к труду? Штраф за быструю езду. Как казахстанские водители и эксперты отреагировали на новость о наказании за превышение средней скорости? Удачи, какие штрафы? Каким образом ее будут вычислять? В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Участие в нем принимает президент Казахстана Касымжамар Токаев. Он прибыл в северную столицу России по приглашению Владимира Путина. Основным лейтмотивом мероприятия стали антисанкционные меры. До начала форума Касымжамар Токаев провел двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Минихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым. Они обсудили перспективы экономического сотрудничества. Касымжамар Токаев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Ожидается его выступление на сессии. Также запланирована двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Сегодня доллар резко подорожал. Американская валюта за сутки укрепилась на 4,5 тенге, а за месяц более чем на 14. Подскочил в цене и рубль. На бирже его стоимость приблизилась к 8 тенге. Эксперты это объясняют повышенным спросом на рубль внутри России. Из-за санкций, которые ограничили для граждан соседней страны использование долларов и евро, спрос на собственную валюту в этой стране вырос. Но экономисты уверяют, курс рубля снизится, как только геополитическая ситуация стабилизируется. И в России возобновится торговля за доллары и евро. Пока же эксперты предупреждают, за счет роста рубля российские товары на наших прилавках будут только дорожать. Невыгоден и экспорт казахстанской продукции в Россию. Такой дорогой рубль для импортеров наших казахстанских, которые с российскими поставщиками работают, он идет по импортерам. То есть завозить из России очень сейчас дорого. И еще импорт из России очень дорожает существенно. Касым Жомарт Тукаев на заседании национального Курултая высказался о переходе казахского языка на латинскую графику. По его словам, вопрос необходимо поработать более детально. При этом президент уточнил, что страна уже дважды пыталась перейти на латиницу, но неудачно. С какими сложностями столкнулись лингвисты и почему? Поговорим об этом с писателем, автором книги «Ситуативный казахский» Канатом Тасибековым. Добрый вечер, Канат. Здравствуйте, Полина. Почему до сих пор нет единого варианта, который бы нам подошел? Я не могу вам ответить на этот вопрос, почему нет единого варианта. Единого варианта, наверное, не будет никогда, потому что это невозможно. Другое дело, что нет варианта, который бы устраивал большинство. Я вижу, что есть слова, очень много, написания которых в различных вариантах, в трех-четырех вариантах. Например, «Мир хазах тренблюги ждахаттанам». «Ждахаттану» пишется, «Ждахаттану», «Ждахаттану». Понимаете? Слово «журналист», вот вы журналист, как оно пишется? Оно пишется, один пишет «журналист», просто как в русском языке. Один пишет «журнал Ш», третий пишет «журнал Ш» и так далее. Понимаете? Вот сейчас вот. Поэтому правильно сказал президент. В первую очередь это не сам алфавит, не те буквы, а философский подход, культурологический подход. Вопрос изучения вектора. На какой вектор мы двигаемся? Если это переход на латиницу, это называется латиница. Но на самом деле латинского языка уже не существует. Это мертвый язык, это алфавит английского языка. Понимаете? Поэтому это должно быть все учтено. А вот в тех вариантах, которые были до этого, которые подписывал наш первый президент. Вы помните, да? Это были окуты вначале, перед каждым словом казахского алфавита, которые как бы специфическими буквами казахского алфавита. Потом это были апострофы, апострофический вариант. От них избавились. Но последний вариант тоже не устроил и меня, и президент его подписал. Но поставил тоже как бы на неопределенный срок, что он будет дорабатываться. А почему нельзя спешить с этим делом? Чем это чревато для будущих поколений? Ну как, ну вы сами уже ответили своим вопросом, вы сами. Почему нельзя спешить? Вот асхан шайтан нэсэ. Вот. Поспешишь людей насмешишь. И нам очень повезло, казахи вообще мы везунчики, да? Нам очень повезло, что мы принимаем алфавит последними. Ну вот из тюрскоязычных, да? Сейчас век компьютеров, век гаджетов. Поэтому мы имеем возможность сделать такой алфавит. И я вижу это вот в словах президента подтверждение, который послужит нашим потомкам, который будет служить на благо развития казахского языка. А не просто как бы взять, поменять буковки. Спасибо вам. О переходе на латинскую графику казахского языка мы говорили с автором книги «Ситуативный казахский» Канатом Тасибековым. В Казахстане насчитывается почти полмиллиона безработных. Однако многие из них и не торопятся занимать вакантные места. Одних не устраивает заработная плата, других – условия труда. И таких причин множество. Но буквально накануне на Курлтая президент призвал не искать источника легкого дохода и не высмеивать тех, кто занимается непрестижной работой. Елеман Реймбеков продолжит тему. Почти полмиллиона безработных. Приблизительно такая цифра держится в нашей стране как минимум 15 лет. Эксперты говорят, многие соискатели ждут вакансий, связанных с работой в офисе. И чтобы место было престижное, а зарплата большая. Граждане же объясняют это тем, что заниматься тяжелым или низкооплачиваемым трудом просто-напросто стыдно. Наверное, ленятся, не хотят работать, хотят легкие деньги, легкий заработок. Стесняются, я думаю, работать черной, заняться черной работой. Хоть и безработных достаточно, не меньшие вакансии от частных работодателей и биржи труда. Многие отказываются от пыльной и грязной работы, даже при хорошей плате. Люди не доверяют работодателю. Во многих компаниях вовремя не выкладывают зарплату и так далее. То есть с этим это может быть связано. Ну а так я еще считаю, что у нас менталитет такой, что у нас многие люди не слишком много хотят работать. В Новом Казахстане трудолюбивый человек должен быть самым уважаемым. Труд – священное понятие. Нельзя насмехаться над честной работой, говорил накануне Касым Жомард Токаев. Напомнив, как экс-министр культуры и спорта Рыстанбек Мухамедиулы насмехался над гражданами соседней братской страны. Эксперты поясняют, чтобы появились престижные должности, вначале нужно засучить рукава и поработать. Сейчас задача – опять подготовка технических специальностей, потому что, как бы мы красиво не говорили о роботизации и цифровизации, это в будущем, возможно, в ближайшем будущем. Но сейчас нужно работать, сейчас нужно копать, сейчас нужно строить, сейчас нужно белить. Есть среди нетрудоустроенных и те, кто не может найти работу по профессии. В этом случае надо ориентироваться на рынок труда и переучиваться. Начать заново никогда не поздно. Елена Меньшова, Еломан Раимбеков, Влад Шишко, Информбюро. Компания «Касцинк» приняла участие в Конгрессе «Астана Майнинг энд Металлурджи». Одним из основных вопросов для более двух тысяч делегатов стало построение новых цепочек поставок товаров и сырья в условиях современной геополитической реальности. К чему пришли эксперты горно-обогатительного дела, узнавал Елеман Раимбеков. Ежегодный конгресс в Нур-Султане проводится уже 12-й раз. «Астана Майнинг энд Металлурджи» выступает уникальной площадкой знакомства и обмена опытом более чем для двух тысяч представителей горно-металлургической отрасли со всего мира. На Конгрессе приоритетными вопросами стали снижение вредных выбросов в атмосферу, поиск новых логистических направлений и развитие человеческого капитала. Дело в том, что раньше всегда металлургия воспринималась чисто как достаточно такое трудоемкое производство, где велика доля ручного труда. Сегодня все это замещается технологиями, машинами и огромную долю уже занимает цифровое управление производством. Косцинк на специальных сессиях рассказал о развитии цифровых проектов, об основных вопросах геологоразведки и укреплении отношений с малым и средним бизнесом. Горно-металлургический гигант оказывает большую поддержку отечественным производителям. К примеру, с прошлогоднего форума Косцинк заключил 12 крупных контрактов на 12 миллиардов тенге с отечественными предприятиями. На ежегодной основе Косцинк заключает договора и контракты более с двумя тысячами отечественными поставщиками и производителями товаров, работ и услуг. Конгресс будет проводиться и в последующие годы. В эпоху неопределенности и сложной геополитической обстановки именно крупная промышленность ищет ответы на вопросы. Как будет развиваться отрасль уже завтра? Елеман Раймбеков, Сергей Шуйский, Нуркенток Мурдин, Информбюро. В Индии протестуют против новых правил набора в армию. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующих возмутило решение правительства сократить срок контрактной службы с 17 до 4. К тому же теперь только каждый четвертый солдат-срочник сможет продолжить службу по контракту. В стране, где четверть населения не умеют читать и писать, и более 20% живут за чертой бедности, служба по контракту – один из немногих социальных лифтов и возможность заработать пенсионные выплаты. Самые массовые программы произошли в штатах Бихар, Матхя-Парадеш и Раджастан. В Бихаре люди подожгли местный офис правящей партии и заблокировали железную дорогу. А в пригороде Нью-Дели толпа забросала камнями местного чиновника. О погибших и раненых не сообщается. Ущерб частной собственности исчисляется миллионами. Если бы протест проходил мирно, это было бы приемлемо. Но насилие никому не принесет пользы. Продолжаем информбюро. Казахстанские автолюбители обсуждают идею внедрения штрафа за превышение средней скорости. Пока ни термин, ни само наказание не введены в законодательство. Но Казахстанский институт стандартизации и метрологии уже разработал госстандарт для дорожных автоматических видеокамер. Предположительно, поправки внесут в административный кодекс и правила дорожного движения в 2023 году. Людмила Батюшкина выслушала разные мнения. Новшество по внедрению штрафа за превышение средней скорости сейчас активно обсуждается среди казахстанцев. И не все одобряют его. Лидер общества содействия автомобилистам Василий Климаков считает идею абсурдной. По статистике, большая часть аварий на дорогах – это следствие плохого содержания дорог. Поэтому новый штраф не снизит аварийность, уверен общественник. Мы не должны забывать, что к счетчикам платных трасс всегда вопросы. Все, кто часто пользуется данной трассой, все знают, что 10-20 тенге всегда каким-то удивительным образом то не достают, то переизбыток на вашем счету. Поэтому лично я, например, не испытываю никакого доверия к тем счетчикам, которые будут фиксировать. По словам Василия Климакова, квитанции о штрафах за превышение скорости, начисленные по данным скоростемеров, водители давно воспринимают как налог на пользование транспортным средством, потому что протестовать их почти невозможно. Но у автомобилистов мнения разделились. Я как водитель с этим согласен, потому что я не превышаю скорость. Больше 60 я в принципе по городу вообще не ездил. Так вся страна в долгах, куда еще какие штрафы. Я думаю, этого не стоит делать. Для начала, чтобы это сделать, надо сделать дороги. В Комитете административной полиции Министерство внутренних дел комментировать нововведение отказались, так как оно еще не вступило в силу. Хотя о необходимости наказывать водителей за превышение скорости не только в зоне ограничения знаками, но и на остальных участках дорог говорят давно. Идея в том, чтобы видеофиксаторы измеряли время, за которое автомобиль преодолеет определенное расстояние, например, между населенными пунктами. По этим двум параметрам будут высчитывать среднюю скорость движения машины и штрафовать водителя, если она превышена. Поначалу предлагают измерять среднюю скорость на междугородних трассах, но после и внутри городов. Предположительно, стандарты вступят в силу к концу лета, а штрафы в следующем году. Однако общественники просят у жилисменов не поддерживать поправки. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. Полностью реконструируют 400 метров трубопровода и запустят две фильтрующие станции в Атыраусской области. Об этом сегодня на парламентских слушаниях заявил глава региона Серег Шапкенов. Дело в том, что водочистное оборудование, обеспечивающее область живительной влагой, изношено. И если не предпринять комплекс срочных мер, то дефицит воды в регионе достигнет 40%. Централизованным водоснабжением жители региона обеспечены почти на все 100%. Но проблема в том, что оборудование, с помощью которого в дома поступает чистая живительная влага, запустили ещё в далёком 1930 году. С тех пор, как говорится, много воды утекло. Фильтры аппараты износились. По словам главы области Серега Шапкенова, их нужно срочно менять. Сбои водоснабжения недопустимы. Кроме населения, живительная влага используется и крупными промышленными предприятиями, также крестьянскими хозяйствами. Они формируют основы экономики области. Поэтому мы планируем в ближайшее время запустить две новые фильтрующие станции. Проект уже готов. Намерены в регионе заодно увеличить пропускную способность трубопроводов в полтора раза. Их реконструкция будет проводиться в два этапа. Объём подачи воды сейчас составляет 110 кубометров в сутки. В плане увеличить их до 170 кубометров и тем самым повысить качество водоснабжения до самых отдалённых районов. На первом этапе мы реконструируем лишь 150 километров трубопровода. Более чем за 120 миллиардов тенге. На обновление оставшихся 200 километров понадобится поддержка правительства. Актуальным в регионе, по словам Акима, остаётся и вопрос очистки устья рек Жаек и Кигаш. Из года в год вода из главных источников убывает, из-за чего замедляются темпы воспроизводства рыбных запасов. Неочищенные устья тормозят и прохождение судов. Потому курс на дно углубительной работы протяжённостью в 300 километров. Эту работу специалисты намерены начать уже в этом году. Однако процесс углубления – дело не одного дня. Так называемый гидробаланс в регионе нужно поддерживать беспрерывно. А для этого, как резюмировал глава края, требуется создать коммунальное предприятие. Одина Смогулова, Информбюро Алматы. Проблема пастбищных угодий, которая многие годы беспокоила местных животноводов в Акмолинской области, решается. Между Акиматами сельских округов и местными хозяйствами заключили меморандум о совместном использовании земель. Вопрос дефицита пастбищных угодий решается в селе Балкашино Акмолинской области. Здесь Акиматы заключают меморандум с крестьянским хозяйством о совместном землепользовании. В нашем селе в основном люди занимаются животноводством. Поэтому для нас важно, чтобы расширялись пастбища. Улучшилась бы жизнь сельчан в целом. Ведь это наш хлеб. Заключил меморандум с нами и предоставляет для жителей нашего поселка 1100 га пастбищ. На нашей территории жители нашего поселка содержат скот в количестве 415 КРС, 820 МРС и 101 лошадь. На сегодняшний день пастбищные угодии у нас имеются. По данным специалистов, при перерасчете в Акмолинской области нехватка пастбищных земель составляла около 600 тысяч гектар. В прошлом году Акиматами районов и городов приняли меры по изъятию земель для государственных нужд. В текущем году принимаются меры по обеспечению населения пастбищными угодьями. Планируется 18 тысяч гектар включить в границы населенных пунктов. Из них в Акульском, Адбасарском, Сандахтавском и Гендекольском районах проведены мероприятия на площадь 9,3 тысячи гектар. Акиматам Астраханского района планируют проведенные работы на площади 4,5 тысяч гектар по закреплению земель в границе населенных пунктов. Проводили в регионе и космический мониторинг земель. Тогда было выявлено 2 миллиона 7 тысяч гектаров неиспользуемых пастбищ. В дальнейшем эти угодья планируют также передать на пользование людям. Мадина Сюмбаева, Ербулат Сирикбай, Информбюро, Акмолинская область. В Шемкенте прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022». В Центральном парке мегаполиса свою продукцию выставили представители разных отраслей. Всего экспозиции развернули 80 товаропроизводителей. Это возможность показать себя тем, кто уже добился успеха и тем, кто только начинает. В Центральном парке Шемкента открылся масштабный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2022» года. Свою продукцию жителям мегаполиса представили 80 предприятий. Отечественный производитель «Экофарм» 11 лет обеспечивает внутренний рынок. Снабжает медучреждения вакуумными системами забора крови. Завод производит иглодержатели, полиуретановые бинты и многое другое. Предприятие планирует выйти и на международный рынок. «Мы выпускаем защитную одежду. То есть, весь Казахстан мы снабжаем ПЧК, защитные костюмы мы выпускаем, маски мы выпускаем. Ну, основная наша гордость – это, конечно, вакуумные системы забора крови. И являемся первым заводом по выпуску вакуумных систем среди стран СНГ». Конкурс-выставку приурочили к празднованию Дня города. Свою продукцию представили компании, которые производят товары пищевой, легкой и сельскохозяйственной промышленности. Всего в Шамкенте функционирует больше 700 предприятий. До конца 2025 года в мегаполисе планируют создать еще 70 производств. «Мы сейчас создаем новые индустриальные зоны. То есть, по поручению главы государства мы сейчас особо уделяем внимание на глубокую переработку. То есть, мы должны отойти от импертозависимости. То есть, соответственно, мы сейчас товары народного потребления изучаем. То есть, приходится находить новые ниши и тем временем создавать для них условия для производства». Производителей, которые представили свою продукцию, будет оценивать экспертная комиссия. Дипломанты конкурса по трем номинациям получат право принять участие в республиканском конкурсе. Мероприятие продлится три дня. Анастасия Новикова, Довран Абзиев, Абзал Турабеков, Фонфорумбюро Шымкент.